Сегодняшняя тема Повышение касается работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников органов федеральной власти, гражданского персонала воинских частей, а также работников государственных академий наук и подведомственных им учреждений. Увеличение зарплат предусматривается распоряжением правительства от 11 сентября этого года, сообщает Гарант. В конце августа Министерство труда представило план реформы оплаты труда в бюджетной сфере. Система основана на принципе так называемого «эффективного контракта». Ведомство предлагает с помощью такого контракта стимулировать работников к повышению качества услуг. Проект реформы описывает данный контракт как трудовые отношения, основанные на наличии газзадания и целевых показателей эффективности работы. Предполагается, что контракт конкретизирует должностные обязанности, показатели и критерии оценки труда работника, а также условия оплаты труда.